Ваш вопрос, девушка, в очках. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, у меня к Вам такой вопрос. Я вас узнала ровно год назад. Приходила на первый день векции, но получилось, что второй, третий день тогда не смогла прийти. Но тогда, когда я приходила к Вам, еще не знала вообще, куда я ходил. Знаете, почему Вы не пришли второй, третий день? Вы пришли и задумались, а надо Вам вообще это или нет? Нет, я не задумываюсь, не так. У меня просто в этот же день, когда мы пришли к Вам, 19 апреля, меня бросил в муж. А, вот так вот, ничего себе. А Вы, он тоже пришел на лекцию? Первый день, когда Вы приехали в Чене, год назад. Он пришел на лекцию и потом сразу бросил в муж. И в этот же день мы приехали домой, и все. Часто вот это, да. Ну, вопрос не совсем об этом. У меня не очень удачно складываются взаимоотношения, как бы, с окружающими людьми. Допустим, с коллегами на работе, либо бывают в семье. Если на работе я стараюсь более реально относиться, то есть, как бы, к людям с добротой, с личностью, то есть, как бы, никакие конкретные ситуации не задаю. Ну, все равно бывают какие-то ситуации, в которых, как бы, я оказываюсь замешанной. Вот. Вот, смотрите, женщина, она на работе, она может себя вести очень сдержанно, аккуратно. Потом она приходит домой. И она куда приходит? Куда она приходит? Она приходит к мужу, который должен ее защитить от ее эмоций. И если она, он не защищает, потому что она вышла замуж именно для того, чтобы он постоянно ее успокаивал. Она приходит домой, а он ее не успокаивает. И она в шоке. Она говорит, почему ты не успокаиваешь меня? Но она может так не сказать, но начать обижаться на него сильно. И, то есть, если на работе ей не на кого обижаться, потому что там нет близких отношений, то дома у женщины есть близкие отношения. И близкие отношения для женщины всегда означают одно и то же. Означает, что кто-то должен меня защитить от моих страданий. Вот, Олег Геннадьевич, получается, как раз-таки дома у меня, если на работе более такая сдержанная была, то дома, допустим, если я вижу со стороны мужа непонимание какое-то, сначала я разговариваю спокойно, пытаюсь донести и объяснить. Но когда я вижу, что непонимание, и на меня человек срывается, все доходило до агрессии, с дождь и гнева. Я знаю, что это одна из моих проблем, и на данный момент я ее пытаюсь решить. Это для всех проблем, потому что люди... Но не всегда могут совладать с этим. В близких отношениях меньше всего самообладание у любого человека. Близкие отношения самые тяжелые, потому что от них люди больше всего ждут. В близких отношениях люди полностью расслабляются, они теряют защиту. Вот в офисе, допустим, вы как-то защищены от людей, потому что вы от них ничего не ждете. Вы там выживаете. А дома вы не выживаете, вы расслабляетесь и хотите любви и счастья. Вот гармония, получаете в лоб агрессию. Это вызывает сразу шок. Ну, то есть, если человек открыт, если мне агрессию я получаю не дома, а где-то в другом месте, шока нет, я защищен. Но если я раскрыт, то... Я просто, понимаете, думаю, что вот эта вот моя какая-то неиздержанность в течение двух лет, она, наверное, повлияла на то, что меня бросил муж. Ну, конечно, да. Уже целый год, вроде бы уже, благодаря вашим лекциям, мне стало легче, я себя чувствую как бы уже лучше, но все равно в душе жду его возвращения как бы. Что можете посоветовать, как бы, как отпустить человека до конца? А никто не может отпустить человека? Люди вот связаны друг с другом, и вы эту связь не можете разорвать. Но вам за год не предпринял попыток вообще никаких применений, вообще никак. Просто исчез, кого-то не было. Я говорю сейчас не об этом. Вот смотрите, вот Бог держит людей вместе. Бог держит. Есть два типа связи. Есть связи, от которых я что-то жду, а есть связи, в которых я вот вложился, очистил их, и все у меня только светлая память. Я ничего не жду. Вот когда я молюсь Богу, и у меня светлая память человеку остается, тогда я могу следующее отношение начать строить. Но если вы ждете что-то от человека, то вы не можете начать новые отношения, потому что ваша связь имеет другую природу. Это называется зависимость. Ну то есть, когда женщина ищет кого-то, она хочет зависеть от этого, нового человека. Но вы уже зависите от этого человека. Как вы будете зависеть от нового? Я знаю, что вы же все-таки много чего знаете. Можете сказать, есть вообще какой-то процент, что может что-то наладиться через время, или уже точно нет? Просто идти дальше и начинать наружить. Ну 20% что наладится и 80% что нет. Я так и думала, что нет. Почему такие проценты? Потому что, ну как бы, это вот эти 80% что нет, это 80% вашего неправильного отношения к семейной жизни. У вас есть убежденность, что вас должны понимать в семейной жизни. Вас должны понимать. Это что за ящик такой, Дима? Это похоже на какой-то ящик. Это была шутка. Актуальная шутка. Вот это вот ожидание от человека называется любовь-вера. Ну то есть верить нужно только в Бога. Если вы верите в человека, а он не соответствует вашим ожиданиям, то просто наступает срыв сильный психический. И этот срыв у женщины это как вулкан. Он обрушивается на мужчину эмоционально и разрушает его психику. Ну то есть эмоции женщины для мужчины это очень болезненная вещь. И вы у вас сильная психика, вы сильный человек. Вы можете сдерживаться сильно, но можете ей сильный отпор давать. Ну и как бы вы его потолбали хорошо. И он сейчас боится с вами строить отношения. Хотя он просто убежал от вас. Спрятался от вас. Просто знаете, вот когда год назад вам пришла на лекцию, я совершенно никаких понятий не знала. Что такое самодостаточность и прочее. Казалось бы, вроде 32 года надо знать, но вот так получилось. Сейчас я уже во многих моментах разбираюсь и понимаю, что вот как бы столько можно было избежать ошибок, но уже поздно. Ну и что? Чего поздно? Чего не поздно? Вы вечная душа. Вы живете вечно. Не только в этой жизни, а вообще. И в этой жизни у вас еще ничего не поздно. Только начали жить. Чего не поздно? Чего не поздно? Есть, знаете, такой ход, есть ходы вот ферзей, да, там они прямые, там ладьей, прямые ходы. А есть ход конем. Он не прямой такой, непонятный ход вообще. Есть ход конем в этой ситуации. Это просто вот прийти к нему и сказать, я хочу быть с тобой. Это неожиданный ход как бы, но он меняет процентное соотношение. Если вы так сделаете, то 60 процентов, что он будет с вами, и 40, что нет. Я не совсем поняла, вы предлагаете прийти к нему домой? Спустя бы? Да, и сказать, что бы нам не быть вместе вообще. Ну он просто два раза поменял номер телефона, он, видимо, скрывается, и хорошо. На самом деле, я бы даже не писала, как бы, он просто, видимо, решил так постраховаться второй раз. Ну адрес, я думаю, не поменял, как бы, но просто... Я еще раз повторяю, вот есть два варианта. Или вы приходите к нему домой, говорите, ну как бы, наверное, погорячилось, давай быть вместе. Да то погорячилось-то, не я резулся он в одностороннем порядке со мной? Да. Спустя три месяца после свадьбы? Да. Вот, это единственный шанс. Если этот шанс не осуществим, тогда все, надо ставить точку. Ну а вы что посоветуете, как лучше поступить? Я просто честно, я боюсь, вот в каждом уголе. Я как посоветую, ставить точку. Так лучше будет, да? Это единственный выход. Но вы не можете поставить точку, потому что вы, у вас любовь, вера, вы зависимы от человека, зависите. Вы верите не в Бога, а в человека. Вам надо научиться верить в Бога, стать самодостаточной, и тогда у вас останется о Нем светлая память, и пойдете вы дальше по своей жизни. Спасибо. Ну я, в принципе, понимаю, что это самое важное. Наверное, для этого и нужна была вся ситуация, чтобы к этому не хотели. Однозначно. Спасибо вам большое. Ну, кроме того, что вы замечательны, больше нет слов. Спасибо.